Всем привет! С вами Фуза и вы на канале Pinball Russia. Сегодня я покажу, как выглядит однушка где-то в провинции. Ладно, шучу. Сегодня мы будем с вами распаковывать пинбол от Jersey Jack Pinball. Это абсолютно новый пинбол, первый в России крестный отец. Сегодня мы его распакуем и сравним со стерном. Я расскажу, в чем разница между стерн пинбол и Jersey Jack Pinball. Так что заваривайте чаи и кофе, берите всякие вкусняшки. Погнали! Начинается все, как всегда, у пинбола сверху. Снимаем крышечку. Она здесь немножко другая, не такая, как у стерна. Просто вот так вот снимается. Здесь располагаются ножки. Следующий шаг мы вытаскиваем вот этот вот лоток с ножками. Вот таким вот образом он вытаскивается. И убираем куда-нибудь в сторонку. В комплекте с ножками у нас все достаточно стандартно. Четыре ножки, шестигранничек, сами ноги. И вот такой вот конвертик, в котором я покажу сейчас, что находится. Это индивидуальный серийный номер, лимитированное издание. Прикольно, металлический полностью. Обычно наклейка? Ну, обычно они пластиковые у стерна. Ну что ж, давайте собирать ножки. И они у нас очень классно открашены. Тут такой черный с небольшой металлической крошкой. Она вот еле-еле заметна. И это большой плюс у Джерси Джека, что они очень индивидуально подходят к дизайну. То есть у них лимитированные и коллекционные издания имеют разные окрасы красивые. А стерн как бы особо не заморачивается и делает индивидуальный окрас металла только в коллекционных изданиях. У Джерси Джека здесь ножки покрашены очень красиво. Прямо так добротно. Такой красивый черный цвет. Прикручиваем ножку. Что тут у нас написано? А, ну типа, смотрите, чтобы дети не залезли и не задохнулись. Написано на мешке. Следующий шаг, и это главное отличие Джерси Джека от стерн пинбл, то что коробка снимается вот так вот вверх. Фу, ну мы с Антохой честно умотались, и с вас обязательно надо лайк за это поставить. Потому что у нас высота потолка не позволяет снять эту коробку. Кстати, если вас жена вдруг выгонит после того, как вы купите такой автомат, то вот здесь вот вы можете себе спокойно обустроить жилье. Очень неплохая и удобная квартира. Ладно, снимаем пакет. Ну, упаковывают они, кстати, круче, чем стерн, вот эти все пакеты. То есть, как бы, ну, ваш пинбол точно приедет в целости и сохранности. Ну, снимаем, в общем, пакет и смотрим, что у нас там дальше. Я сам первый раз распаковываю, если честно. О, ну красота! Ну, ну вы посмотрите, а? Ядрить, колотить. Ой, как классно. О, молодой Аль Пачино. Да, у Аль Пачино, кстати, есть свой эксклюзивный крестный отец пинбол. Ножки у нас собраны, и сейчас мы их будем ставить сюда. И отличие от стерна в том, что вот здесь вот специальная войлочная такая прокладка и металлический протектор, чтобы у вас корпус не разбивался. Снимаем болты и ставим ножки. И так все четыре ноги мы прикручиваем к корпусу автомата. В отличие, кстати, от стерна, эти пинболы гораздо более тяжелые. Поэтому тут я рекомендую вам прямо вдвоем его распаковывать. Тут сантохой тут пыхтим, кряхтим. И у нас кое-как получается. Сейчас ставим на передние две ножки, и после этого прикручиваем задние две. И ставим уже автомат. Мы же, кстати, ленту срезали для головы, так что про это рассказывать не будем, но ленту срезайте. Тяжело, конечно, ставить этот автомат, но мы продолжаем. В комплекте есть вот такой вот ключ, шестигранничек. Он нужен для того, чтобы прикрутить голову. То есть поднимаем голову на автомате, ставим ее вертикально. Аккуратно. Вау! Красота! И сзади прикручиваем шестигранник. Блин, тут так реально все упаковано. Тут вот вам бумажечку положили. Здесь у вас тут все, чтобы ничего не поцарапалось. Уи! Сейчас, подождите. Вытащу. Ну, красота! Это мы его еще не включали. Тут тоже всякие бумажечки, прокладочки. Ну, качество печати на поле, мне кажется, тут в разы лучше, чем у стерна. Оно вроде тоже как бы ОФ какое-то, но какое-то прямо изолачено очень качественно. Ну, прямо очень качественно. Не знаю. Мне вот прям визуально очень нравится, потому что выглядит круто. Опять же, все вот эти вот рельсы, они все в пленочках. Вот тут вот снимать надо. Здесь все, пакетик у вас. Здесь пленочка. Бока в пленочках. Блин, ну, походу они круто. Классно сделано. Следующий шаг. Нам надо снять вот этот пакет, а чтобы пакет снять, нам надо ключики. Ключики, как и у стерна, находятся на ручке. Отрезаем стяжку и забираем пакетик. Опять же, на ручке есть наклеечка, что за ручку мы ничего не переносим. Ручку для переноски никогда не используем. Ни в стерне, ни в джерси-джек. Берем ключи и открываем наш автомат. Ну, улицевая все. Чистенькая. Дальше берем вот эту вот ручку, как и у стерна. Хотя у стерна, по-моему, на защелках уже. И снимаем вот этот пакетик прекрасный. Здесь в бате стоит уже классное стекло, которое не сильно бликует. Оно, конечно, отражает, но не так сильно бликует, как у стерна. И я купил вот такие вот уголочки, которыми очень долго противился. Которые используются для того, чтобы это стекло аккуратно снимать. То есть вы сняли стекло, надели два уголочка. И после этого вытаскиваете. Видишь, какое-то стекло с поверхностью с такой вот, оно зеленит. То есть белый цвет, он не белый, а зеленый. Видно у тебя? Это поляризационное покрытие. Здесь на бумажках указано, что матерный режим выключен. То есть здесь по умолчанию стоит семейный режим, чтобы вы могли дома с детьми играть. Но если ваши дети знают английский, если они не знают, конечно, тут разницы особо не будет. Включается в настройках, тут показано просто, как это делается. Вытаскиваем вот эту поролоновую штуку. Не знаю, зачем она. Ну, раз была, значит нужна. Теперь берем за ручку, так же, как у стерна. Поднимаем поле и вытаскиваем его на себя. Здесь, кстати, используют такие вот классные трубы стальные. Они идут на весь корпус, я так понимаю. И да, вот, видите, какие они здоровые. Вот так вот выглядит у нас пинбол джерси джек под полем. Удобно ставить, но царапаться, наверное, будет. Значит, здесь у нас в корпусе динамик стоит, вибромотор в базе. Кстати, у стерна в базе нет вибромотора, его нужно покупать дополнительно. Убедившись, что под полем у нас все нормально, ставим его обратно в горизонтальное положение и задвигаем наш пинбол автомат. Плохо спал, видишь, мешки под глазами. Он же гангстер, он никуда не спит, он всегда тревожится. Все, поставили, задвинули, закрыли. Кайф. Открываем дверцу, здесь у нас лоток для жетонов, вытаскиваем его, там, наверное, будет что-то интересное. Стерна, по крайней мере, было, посмотрим, что здесь. Да, здесь у нас кабель питания, дальше у нас какие-то наклеечки-брелочки, запасные резиночки, кстати, резиночки почему-то каучуковые, я думал, будет силикон. Шарики и карточки разные, типа, сколько там бабок закидывать. Значит, нас интересуют шарики и провод. В принципе, наверное, все. И знаете, в чем косяк? Чтобы поставить провод-то сюда, нужно открутить два шурупчика накрест, потом подключить провод и потом закрутить это все обратно. Не знаю, зачем это сделано, но надо, значит, надо. С полем и подполем мы все закончили, теперь загружаем шарики в коллектор. Здесь нужно шесть шариков, отпускаем их на поле и ждем, когда они свалятся. Готово. Так, ну что, последние шаги, ставим защелку. Мы будем ставить без стекла, чтобы вам лучше это все подснять. Вот. Как-то так. Давайте включать. Включается он снизу, как у классических стерн-пинболлов. Та-дам! Давайте теперь я расскажу, в чем разница между джерси-джек-пинбол и стерн-пинбол. Ну, как вы видите, здесь огромный 27-дюймовый классный большой дисплей, это круто. Мне очень нравится, кстати, что джерси-джек-пинбол очень детально подходит к реализации графического интерфейса. То есть они очень хорошо прорабатывают шрифты, у них очень классная анимация. В стерне, конечно, такого нет, они немножко более спокойные шрифты используют. Здесь прямо вот все очень красиво в плане графики на дисплей, поэтому здесь точно плюс. Здесь вот стоит видеокамера, которая вас будет снимать в процессе игры и потом интегрировать это в игровой процесс. Это тоже классно. Как мне кажется, по полю. Поле залачено гораздо более лучше, чем у стерна, и качество печати, мне кажется, немножко более другое. Ну, опять же, это мое субъективное мнение. Наклейки на корпусе. Они... Такое ощущение, что покрыты какой-то пластиковой тонкой ламинацией, глянцевой. И за счет этого они будут меньше шкрябаться, чем у стерна. У стерна такие, они просто заламинированные, а может быть, даже и без ламинации. Круто, что красят они в черные, ну, и в разные цвета в премиуме, точнее, в limited edition и в collector's edition. Разный металл, разный цвет имеет окрасок. Это круто, потому что если брать, допустим, limited edition у jersey jack pinball и брать премиум у стерн пинбол, то как бы стерн немножко халтурит, да, и делает немножко более такие дешевые варианты. Здесь прямо видно, что круто сделано. Ну, опять же, стерн пинбол при этом ничем не хуже. Значит, идем дальше. Какие у нас еще нюансы? Подкладки под ножки, я говорил. Здесь вот есть специальная возможность подключать наушники, громче, тише регулировать, не открывая дверь, и подключать блютуз наушники. Такого, допустим, в стерне нету. Можно подключать проводные наушники, но для этого надо покупать специальную приблуду, которая будет вам это все позволять. Значит, внутри у нас стоит уже вибромотор, которого в стерне нету, его нужно ставить за дополнительную плату. И у нас здесь специальное поляризационное, скорее всего, стекло, которое называется инвиглаз. Вот, оно, наверное, будет лучше, менее, менее обликовать будет, так скажем. Ну, вот, собственно, все, наверное, нюансы, которые я вот на первый взгляд, да, опять же, увидел, выглядит классно. Классный пинбол. Не зря он стоит немножко дороже, чем премиум у стерна, потому что, мне кажется, он немного лучше собран и выглядит немного в сегменте такой, знаете, как типа Ford хороший, такой классный, и там, не знаю, и Porsche. Вот этот похож на Porsche. Ну, вы все прекрасно знаете, где эти пинболы покупать. PinballDeficeRussia.ru, там вы можете найти все эти пинболы, заказать, мы вам привезем, поставим, все настроим, расскажем, покажем. В общем, вот такой вот у нас ролик получился. Надеюсь, было интересно. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много еще всего интересного. Все, всем спасибо. С вами был FUZA. Всем спасибо за просмотр. Пока!